Кольцово И вот этот год как бы стал переломным в процессе всей модернизации образования, потому как осуществлялся самый главный переход – это новая система оплаты труда. С 1 сентября на новую систему оплаты труда перейдут дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования Наукограда. Школы Кольцово уже знакомы с новой системой. Я так думаю, что новая система оплаты труда сыграла определенные увеличения нашей заработной платы. И с последнего съезда нашего областного съезда педагогов Виктор Александрович Толоковский сказал о том, что мы должны к концу этого года, это к 1 декабря, это правда новый финансовый же год, должны будем увеличить нашу зарплату еще на 30%. То есть достичь уровня 20 тысяч в среднем. Администрация старается сделать все, чтобы вы работали, чтобы вы занимались творчеством, чтобы как можно меньше на вас вложилось какой-то такой нагрузки нетворческой. Ну я считаю, что неплохо подготовились мы к этому году. Вот во вторник на этой неделе была приемочная комиссия, принимала все учреждения образования, все приняты. То есть 1 сентября вы можете спокойно заходить и начинать работать с детьми. В школах проведен ремонт стоматологических кабинетов. В детских садах появились группы для детей с нарушением осанки. Для малышей до двух лет открыта молочная кухня, а школьники питаются на учебе бесплатно. Далее. Мероприятие по организации горячего питания в детских образовательных учреждениях. Были проведены ремонты пищеблоков в школах, в детских комбинатах. Приобретено новое холодильное оборудование. И увеличилась оплата питания на одного школьника до 24 рублей. Одним из самых радостных событий этого лета для пятой школы стало получение гранта в 1 миллион рублей. Она участвовала в конкурсе лучших школ России и заняла шестое место среди 54 школ Новосибирска и области. Этот миллион по смете соответствующей работы будет направлен на получение для школы новых интерактивных досок, мультимедиапроекторов. Школа будет модернизироваться в отношении того, чтобы новые современные информационные технологии смогли бы прийти в школу, а учитель мог бы всем этим воспользоваться. В новом учебном году в 21 гимназии выйдут на работу 4 молодых специалиста. Ольга Хорошилова закончила этим летом педуниверситет и вернулась в родную школу учителем начальных классов. Хочу вообще нести добро, тепло детям. И хочу работать с детьми. Мне это нравится. С каким настроением вы в первый свой рабочий год вступаете? Волнительно очень. Волнуюсь, конечно, перед первый год. Но думаю, что у меня все получится. Я буду стараться. Вообще, хорошее настроение, хороший настрой. Школы Кольцова готовы ко Дню Знаний. 1 сентября пройдут торжественные линейки. Учителя и школьники вступят в новый учебный год. А пока не начались занятия, ребята весело приветствуют педагогов. Вот и встретились мы снова с педагогами. Вы все лето нас по-честному не трогали. А теперь пойдут занятия и лекции. И начнется все вот с этой конференции. Вести весело шагать. Снова в школу. Снова в школу. Снова в школу. И, конечно, припевать. Лучше город. Лучше город. Лучше город.